Красота застывшей природы Зеленок, падая, нежно ложатся на землю, крыши и деревья. А если смотреть вверх на осыпающий тебя снег, то кажется, будто летишь куда-то далеко-далеко сквозь расступающиеся перед тобой звездочки. Но особо неповторимая и прекрасна зима в деревне. Крепит под ногами снежок, переливающийся в солнечных лучах, застилая дорогу белоснежным ковром. Как красиво сверкающие насосы за снежными деревьями. Просторы еще шире, из-за отсутствия листов. Величественные ели, стройные сосны и белоснежные березы покрыты снежной кружевной коленой. Сказочно смотрятся запрошенные снегом маленькие елочки. Какая-то большая птица села на ветку и скинула с нее снег. Он посыпался вниз, легко окружаясь на ветру и переливаясь разнообразием цветов. Поистине Беренеево царство. Снег чистейший. Его много повсюду. На полях, на ветвых деревьях, на деревенских крышах. Идешь по узкой протоптанной дорожке. Стоит немного отклониться, как сразу же проваливаешься в глубокий сугроб. От дорожки к калиткам из снегу прочищенных ходы. А на оконных стеклах домов госпожа Зимняя Скужа, как великолепный художник, искусно нарисовала замысловатые узоры. Из труб, торчащих из подснежных шапок на крышах, тоненькой струйкой выходит дым из печей, наполняя чистый морозный воздух вкусным приятным ароматом. С каким наслаждением вздыхаешь этот деревенский воздушный коктейль? Зимой в деревне жизнь словно останавливается. Люди попрятались от стужи на топливных домах. Все уснуло в весенних дней буйного пробуждения всего живого. Лишь в некоторых дворах слышал лай собаки, замечание коровы. Многие горожане считают, что зима в деревне – это обычно такое время, когда русский человек лежит на печи, как Илья Муромец, ничего не делает. Но это совсем не так, в сельской местности работы всегда есть. Во дворе надо снег почистить, дров в дровнице наносить, печь протопить, а если имеются домашние животные, то лежать на печи будет некогда. Зимой живность тоже надо покормить, напоить и вычистить их жилища, а так как дни короткие, порой и не успеваешь все переделать. Но в этом есть свои большие плюсы в виде экологически чистых мяса, яиц, молока, продуктов из него и навоза для своего огорода. А если еще и излишки продукции есть, можно и на рынок съездить, продать их, а на вырученные деньги себя порадовать. В коротком видео невозможно показать зимние деревенские пейзажи и описать, как живется зимой в деревне. Чтобы увидеть всю красоту застывшей природы, совершите загородные путешествия в какую-нибудь находящуюся подальше от города Диевей, не пожалеете.